Рыба гниет с головы. Пришедшая через века античная мудрость, означающая, что разброд и шатание в обществе начинаются из-за некомпетентности личностей, допущенных к власти. Последние годы в Одессе высказывание стало актуально, как никогда. Одесса – туристическая столица Украины. Да что там? Всего Черноморского бассейна была, есть и будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, для справки. За прошлый год небольшая страна с населением всего в три раза превышающим население Одессы на туризме заработала 2 миллиарда долларов. И речь идет не о Монако. Да, сравнение не совсем корректное, но и 4,5 миллиона с 52 миллиардами по актуальному курсу даже рядом не лежали. И давайте смотреть правде в глаза. Прошлогодний рост показателей – это пир на костях. В Одессу поехал отечественный малобюджетный турист, который раньше отдыхал на Крымском побережье. А вот зарубежного туриста мы фактически потеряли полностью. Морские круизы теперь обходят Одессу стороной. А ведь именно они везли к нам иностранцев. И правда, кто поедет в один из самых грязных городов Украины? В рейтинге «Идеальный город» мы находимся на пятом с конца месте. Вот это наглядное достижение. Впрочем, кто-то из зарубежных туристов все же отваживается на поездку. Но в следующий раз они ее вряд ли повторят. Вот интервью телеканалу BBC гостя из Манчестера. С этим что-то надо делать, потому что это просто безумие. Мы это можем себе позволить из-за разницы курсов валют. Но я не уверен, что какая-то семья, скажем, из Ровна может так же, как и мы, сесть в поезд, приехать сюда и снять квартиру. Еще одно достижение. Неконтролируемый рост цен из-за всевозможных поборов напугал даже состоятельных британцев. В прошлом году за недельные каникулы в одном из одесских отелей турист должен был выложить от 487 до 1342 долларов. А вот подборка тура в Арабские Эмираты. 515 долларов за 8 дней. И это вместе с авиаперелетом. Уровень сервиса и комфорта, конечно же, сопоставим. Итак, стараниями талантливых городских менеджеров Одесса привлекательна для туристов только 3 летних месяца, как песочница у моря. Вековой исторический потенциал, который сделал бы наш город интересным для туристов круглогодично, фактически похерен. Вместо архитектурных шедевров местная власть пытается подсунуть туристам и одесситам дешевый ширпотреб. Заплеванный бумажный кораблик на Старосиной площади. Памятник трамваю, ставший банальной наливайкой на шестой фонтана. Трещащая по швам Аркадия. Вот чем к нам заманивают искушенного европейского путешественника. Мошенники, уличные грабители и квартирные воры. Вот еще одна достопримечательность, которая в Одессе ждет туриста. Что-что? А эта отрасль последние годы находится на подъеме. Вот данные с последнего заседания исполкома по 2016 году. Киевский район. Количество убийств и разбоев увеличилось на 22%. Со 159 до 194. Малиновский район. Рост в 59,2%. С 98 до 156. Приморский район. 481 преступление против 154 за 2015. И, наконец, Суворовский. Любимый район нашего мэра. Здесь всего за год грабить и убивать стали на 300% чаще. 172 особо тяжких преступления в 2016 против 56 в 2015. Зато городской голова может похвастаться личной гвардией. Бойцы КП «Муниципальная охрана». Силовой блок мэрии. Активно используются для устрашения и подавления неугодных. Кстати, содержат этих нукеров для личных поручений за вполне общественные, то есть ваши деньги. На очередной сессии горсовета будет рассмотрена и наверняка принята программа «Безопасный город» на 2017-2019 годы. Помимо прочего, в ней предусмотрено несколько десятков миллионов гривен на мэрских штурмовиков. Их оденут в новую форму за 8,5 миллионов гривен. Оснастят спецсредствами почти на 2 миллиона. Еще 5 миллионов на спецавтомобили. Ну и, конечно, солдат должен быть сыт и обеспечен. 26 миллионов гривен на зарплаты и платежки КП «Муниципальная охрана». К слову, в том же Львове подобное КП работает на самоокупаемости. А станет ли после всех этих трат безопаснее на одесских улиц? Это вряд ли. Вот мнение самих горожан. Зачем нам всем эта муниципальная охрана? Она нужна нехорошему человеку Труханову для защиты от одесситов, его же якобы избирателей. Это не мэр, если боится горожан. За границей премьер-министры ходят без охраны, а здесь какой-то мэр боится людей. На наши деньги должны ремонтироваться протекающие крыши в домах. Да мало ли какие проблемы возникают в городе, а он сам себя охраняет. Позор. Как это зачем? У олигархов батальоны, у мэров полки муниципалов. Основная цель данной структуры – охрана руководства города, выбранного или нанятого одесситами от самих одесситов. А еще они могут поохранять частные пляжи. Других в городе у нас просто не осталось. Хочешь поплескаться в водичке – плати. Краткий итог. Отсутствие туристической инфраструктуры, транспортные проблемы, несоответствие цены и качества сервиса, нестабильная криминальная ситуация, отсутствие рекламы Одессы в Украине и в мире. Вот пять причин, названных самими туристами, по которым они не поедут отдыхать в наш город. Правы были древние – рыба гниет с головы.